Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Вера Рыклина, я рада вас приветствовать на канале «О стране и мире». Мы продолжаем вести рубрики актуальных комментариев с реакцией на какие-то горячие события, которые происходят прямо сейчас и о которых нам показалось важным поговорить. И сегодня у нас в гостях политолог, старший следователь Четов Хаус, Николай Петров. Николай, здравствуйте, очень рада вас видеть. Добрый день, взаимная Вера. Николай, последний день наше внимания приковано к тому, что происходит в Украине и вокруг Украины. Это и присоединение полуоккупированных территорий, и постоянные очень жесткие бомбежки Запорожья, взрыв на Крымском мосту, потом первый, наверное, за много месяцев такой массовый ракетный удар по всей территории Украины. Это, безусловно, самое важное и значимое из того, что сейчас происходит, но за постоянным ужасом, вызванным вот этими боевыми действиями, мы можем не заметить что-то важное и значимое, что происходит внутри страны. Поэтому в нашем с вами разговоре я бы хотела, предложила бы все вот эти события считать таким условным контекстом и обратить внимание именно на внутренние процессы и некоторую внутреннюю расстановку сил. Собственно, вот такой мой первый вопрос. Многие годы в России мы существовали в парадигме очень устойчивой вертикали власти. Кажется, что в военное время укрепление власти должно быть одной из таких важнейших задач Кремля, но мы не видим никакой политической активности на этом поле. Значит ли это, что Кремль настолько уверен в этой вертикали, или она действительно настолько крепка? Я думаю, что вертикаль действительно крепка, и Кремль в ней во многом уверен и сделал все для того, чтобы она такой крепкой была, скажем, заменив за последние несколько лет губернатора в глав регионов на посланцев из федерального центра или из других регионов, но не на представителей местных региональных элит. И, наконец, экономическая, финансовая зависимость регионов это, с точки зрения Кремля, гарантия того, что, будучи очень зависимы от федерального бюджета, регионы никак не могут себя вести самостоятельно. Но и на фоне того, что происходит в Украине, на фоне этой ужасной войны, мы вообще первые несколько месяцев видели практически отсутствие внутренней политики с точки зрения каких-то активных движений, с точки зрения каких-то перемен. Потом в мае заменили пятерых губернаторов. Это было позже, чем обычно это происходит. Это было не революционно с точки зрения того, что своих меняли на своих, чужих меняли на чужих. И в этом смысле Кремль как бы сейчас слишком занят украинскими делами для того, чтобы одновременно проводить какую-то активную политику в регионах. Но и слишком уверен в том, что регионы никуда не денутся. И их зависимость всяческая и политическая, и финансовая настолько велика, что как бы здесь можно ни о чем особо, по крайней мере, в ближайшее время беспокоиться. Николай, а вот происходит мобилизация. Понятно, что в общем-то все идет гладко во всех регионах, но тем не менее где-то проходят достаточно видимые протесты. В Алтае, кажется, недавно губернатор заявил, что не был мобилизован ни один человек. Не может ли это стать какой-то точкой напряжения, скажем так? Ну, это не только может, но и становится точкой напряжения. И я напомню, что до этой мобилизации была такая добровольно-примудительная кампания по формированию так называемых добровольческих батальонов в регионах, когда регионам была, по сути дела, спущена, ну, если не разнарядка, то, по крайней мере, обязательства за свои деньги, а вернее за деньги мобилизуемого местного бизнеса всячески привлекать людей для того, чтобы купить так называемых добровольцев и послать их на военную операцию. Да, и регионы этим активно занимались. Одни с более весомым результатом, другие с менее. Но то, что происходит сегодня, мне кажется, с одной стороны говорит о том, что насколько не была бы велика зависимость глав регионов от Кремля, от федерального центра, когда есть очень активное местное сопротивление тому, что происходит, как это есть в Дагестане, как это есть в Якутии или даже в Чечне, главы регионов очень быстро как бы используют риторику, солидаризуясь, по крайней мере, отчасти с теми голосами, которые звучат против чрезмерной или против такой чрезмерно принудительной мобилизации в этих регионах. Пока это в основном национальные регионы, и это, наверное, не случайно, в том числе и потому, что в Кремле тоже прекрасно понимают все сложности и проблемы, которые возникают в случае, если чрезмерное давление оказать. И поэтому, например, в столице, в Москве, в Питере эта мобилизация не столь жестока может быть, как в других местах, где кажется, что это настолько далеко и настолько малозаметны какие-то протесты оттуда, что можно там компенсировать ту недостачу, которая будет в столицах и в крупнейших городах. А вот Кадыров, это такой вообще феномен последних месяцев. Он сказал, что у него вообще не будет предъявления мобилизации, неважно, так это или не так. Ну, получается, что он некоторым образом вообще выбился из этой вертикали в последнее время. Он как бы уже не совсем губернатор, не совсем глава республики, а какую-то совершенно свою роль начал играть во внутренней политике, да и уже фактически во внешней. Что это за такое заявление? Ну, это правда, но Кадыров и был всегда на особым счету. Он был уникальным не только потому, что он опирался на... Он, собственно, построил свой собственный политический режим, и это другой режим, нежели российский, который мы видим в других всех регионах. И в этом смысле Кадыров, с одной стороны, играет на опережение, да, действительно, он отправил свои какие-то воинские подразделения в Украину, и не случайно, наверное, Путин ему присвоил сначала звание генерал-лейтенанта, а потом даже генерал-полковника, то есть Кадыров, он отчасти такое лицо, не русское, не этнически русское, лицо этой войны откуда-то из глубинки, да, и он стал уже такой персоной федеральной. Но у него всегда было положение уникальное, потому что он был не только главой региона, но и руководителем своей собственной силовой структуры. Он таковым и остается, он в определенной степени в фаворе. И в этом смысле он был передовиком, который призывал регионы формировать вот эти добровольческие батальоны и говорил, что я первый, я больше всех добровольцев смог мобилизовать. Но и мне кажется, это как раз тоже очень характерно, что как только в Чечне стали возникать протесты, несмотря на то, что вроде там все заасфальтировано, Кадыров очень быстро стал сдавать назад и делать заявления, которые как бы умиротворять должны местную публику, в том числе вот и то, которое вы привели. А вот эти все умиротворения местной публики, почему на них никак не реагирует Кремль? Это совсем не страшно? Я поясню свой вопрос. Несколько моих знакомых из регионов писали мне, что все чаще и чаще в частных разговорах обычных людей они начинают говорить про то, что москвичи зажрались, москвичи, значит, там отсиживаются, а на войну поедем мы. У нас там пискуют машины, а на них, значит, каждый второй в Москве такую имеет. И, видимо, это какие-то действительно такие серьезные настроения. Нет ли здесь какой-то такой точки роста для антимосковских настроений, вообще каких-то условных волнений, если не физических, то хотя бы каких-то концептуальных? Есть, конечно. И это неизбежный эффект, в общем, любого кризиса. И в 90-е годы мы наблюдали то, что называлось тогда москвоборчеством, когда на каких-то конкурентных местах, в том числе губернаторских выборах, побеждали кандидаты, которые как раз клеймили Москву вот именно за то, что вы уже привели, за то, что она зажралась, за то, что она концентрирует все финансовые ресурсы и живет намного лучше, чем любые регионы, их обкрадывая и так далее. И сегодня это неизбежно и по политическим причинам в связи с мобилизацией, и по финансово-экономическим, которые будут только усиливать вот эти антимосковские настроения. Другое дело, что в 90-е годы была довольно консолидированная региональная элита, были главы регионов, которые отражали и транслировали эти настроения, в том числе и в Кремль, в Москву. А сегодня на постах глав регионов сидят назначенцы Москвы. Региональная элита не консолидирована, но рано или поздно проблема возникнет, и можно тогда ожидать, что мы будем наблюдать процесс такой вторичной, со дна, снизу идущей консолидации региональных элит, и тогда для Москвы это будет очень серьезной проблемой. А ожидается ли вы в связи с этим какого-то усиления внутренней политики именно на удержание вот этой ситуации под контролем? Потому что сейчас как бы ничего не происходит, но рано или поздно Кремль должен заволноваться, да, он же тоже все это видит. Можем ли мы в ближайшее какое-то время ожидать каких-то вот здесь изменений или репрессивных тендентов? Но до сих пор мы видели, что Кремль был достаточно гибок в том смысле, что возникавшие время от времени какие-то конкретные конфликты и протесты в регионах, он мог, в том числе используя финансовые ресурсы, очень быстро купировать. Проблемой это становится сейчас, когда речь постепенно начинает идти уже не об отдельных регионах, не об отдельных конфликтах, а о таком системном конфликте. И вот здесь уже особенно в ситуации сокращения финансовых ресурсов, сокращения того финансового поводка, на котором во многом находятся и регионы в целом, и региональные элиты, Кремлю придется очень и очень сложно. И в этом смысле мне кажется, что вот тот полувоенный порядок с жесткой субординацией, с подчинением губернаторов вертикали, неважно это администрация президента или президент лично, который, в общем, более или менее мог казаться работоспособным в ситуации финансового благополучия, он начнет играть негативную роль в ситуации кризиса. И вот те губернаторы, которые сегодня немножко выглядят как надсмотрщики и которые транслируют волю и приказы федерального центра в регионы, если они не способны контролировать свои региональные элиты, а это будет чудом, если какой-то замминистра, которого год назад прислали из Москвы, вдруг окажется таким умелым, что он сможет и понимать, и контролировать, чуть реагировать на желания местных элит, вот тогда мы увидим очень серьезные проблемы, тогда пойдут трещины, и тогда окажется, что вот тот походный военный порядок, который выстроился при Кириенко, он абсолютно не отвечает ситуации кризиса. Николай, тогда последний вопрос, немножко более эмоциональный, чем рациональный, персонаж Пригожин, который формально не встроен ни в какой вертикаль власти, но тем не менее очевидно является каким-то достаточно влиятельным и облеченным полномочиями человеком. Все чаще, ну по-человечески становится, эмоционально становится страшно, что вот сейчас Пригожин и все его вагнеровцы вернутся с войны в Москву или в другие регионы и начнут устанавливать какие-то свои порядки, друг говоря, вот на улицах. Почему Кремль не рассматривает это как возможную какую-то опасность? Например, то же самое, что было с националистами, когда сначала их выкормили, потом стали на них смотреть, как там, увидели в этом потенциальную опасность и быстро всех там устранили. Что будет с Вагнером? Я думаю, что многие люди в элитах, они так или иначе могут понимать все эти проблемы. Это не только проблема Пригожина, это проблема вообще связанная с участием огромного количества людей в кровавой войне, когда они возвращаются и покалеченные физически, и покалеченные психически, и когда огромный поток оружия, который не контролируется естественно во время войны появляется внутри страны, это естественно приводит не только к разного рода моральным психологическим травмам и последствиям, но и к взлету, взрыву преступности. Это все будет происходить. Другое дело, что у Кремля сегодня нет положения, когда он может задумываться о результатах того, что он делает через день, через два, через год. Ему надо срочно залатывать дыры и не от хорошей жизни разрешено Пригожину практически в нарушение всех мыслимых законов Российской Федерации брать и мобилизовывать преступников, которые находятся в колониях с достаточно длительными сроками и набирать из них какие-то отряды в Украину. Никто сегодня не думает о каких-то последствиях, о втором, о третьем шаге. Всем сегодня нужно как можно быстрее и как можно эффективнее любой ценой реагировать на те проблемы, а они все время возрастают, с которыми Кремль, с которыми Российская армия сталкивается в Украине. Понятно. И самый такой последний вопрос, вышедший из вашего последнего ответа. Рассматриваете теоретически возможности переворота. Вообще. Сейчас много пишут про военный переворот в связи с этим конфликтом между Кадыровым и армией. Вроде как конфликт переважен с новым значением. Но тем не менее много таких разговоров сейчас проходит. Я бы сказал так, что на мой взгляд военный переворот как какое-то консолидированное действие со стороны военных и смена ими руководителя или политиков в Москве крайне маловероятны потому, как всегда выстраивались взаимоотношения военных и политической власти. Что более вероятно, мне кажется, это превращение тех частей, которые ведут военные действия в Украине в какую-то махновщину, когда есть кадыровцы, есть вагнеровцы, есть какие-то все менее возможно контролируемые части российской армии и вот в этой неразберихе может быть все что угодно ее мы уже собственно сегодня наблюдаем в полной мере. Николай, спасибо вам огромное за этот разговор, что нам остается, только надеяться на лучшее, на то, чтобы рано или поздно это все закончилось. Будем надеяться, спасибо, Вера. Спасибо огромное, до свидания, приходите к нам и до. договорились, всего хорошего. До свидания.